Приветствую вас. Вариантов, в принципе, два. Либо вы задели его чем-то, вот. Ну, обидели, как-то низили, мужское самолюбие бывает достаточно болезненным, к сожалению, нежным, вот. Либо он к вам неравнодушен, но в таком случае, если он к вам неравнодушен, то для этого должны быть определенные предпосылки. Вот. Значит, смотрите, ну, то, что вы пишете, да, это попытка привлечь ваше внимание, очевидно. Это просто потребность вашего внимания, вне зависимости от того, хочет ли он вас задеть или привлечь ваше внимание. Вот. Вот и всё. Вы можете, в принципе, с ним поговорить просто вот, ну, самостоятельно, да, то есть, вызвать его, там, на диалог, допустим, вот. И, соответственно, выяснить отношения, например. Либо вы можете посмотреть на себя, да, то есть, ну, можете увидеть, почему вас задевает, например, то, что он так шутит, то есть, ну, шутит, ну, шутит, да, шутит, ну, и... и что? Что такого страшного в этом? Понимаете? Вот. Вот. Поэтому... Вопрос в том, как вы реагируете на это ещё. Вот. То есть, я бы сказал, что мало. Мало. Понять, почему он это делает, важно ещё понять, как вы себя ведёте. Вот. С точки зрения треугольника Карпмана, например, вы здесь занимаете жертвенную позицию, да, то есть, вы, ну, как жертва себя ведёте. Вот. А мужчина это такой, ну, своего рода агрессор, который вам, ну, вот, мешает жить, допустим. И я ничего не хочу сказать, да, но вы можете изучить это сами, то есть, сами можете изучить треугольник Карпмана и, соответственно, исходя из того, что вы там прочитаете, уже делать выводы. Что касается вашей оценки шуток, да, то есть, вот, неприятного характера, это субъективное ваше восприятие, которое связано именно с вашими собственными переживаниями. Вот. Я думаю, что, скорее всего, вы ему ещё не нравитесь, но он не видит возможности с вами построить отношения. Вот. Значит, ну, вот вы пишите, что общаемся с ним нормально, если общаемся нормально, обязательно нужно поговорить об этом. Вот. Что касается плохого чувства юмора, то, смотрите, если он шутит так только с вами и больше ни с кем вообще, то это не плохое чувство юмора. Это особенное отношение к вам. Если он шутит так со всеми людьми и у него, ну, действительно, такие шутки получаются, да, то да, тогда плохое чувство юмора. Но, опять же, вам это ничего не даёт. Ну, то есть, вам самой это знание ничего не даёт. То есть, заметьте, вы обращаете своё внимание на него, не на себя, на него. Так как, в первую очередь нужно было спросить, вот парень шутит как-то вот, ну, мне неприятно, с чем это может быть связано, какие чувства у меня это вызывает и так далее. Надо вот с этим разобраться, потому что если вас это задевает, значит, нужно вас что-то подкорректировать, вам нужно в себе что-то подкорректировать. Вот эти вот чувства, которые вызывают в вас шутки, они чем-то вызваны какими-то противоречиями конфликтами, там, желаниями и так далее. Вот, так что, я думаю, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать у них в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!